Всем привет дорогие друзья! Голод любителя Викторинокс страшная штука и так как господин Карл Элзенер младший заготовил нам в 2018 году такие невиданные новинки как алоксы с красным анодированием, классики с новыми рисунками и спартанный хансман с деревянными накладками, то приходится утолять свою жажду к владению чем-то новым от компании Викторинокс хорошо забытым старым. В этом видео мы поговорим об истории этого ножа, я расскажу вам где взять такую прекрасную вещь, какие фирмы кроме Викторинокс выпускали ГАК-108, покажу тесты клинка и других инструментов, короче погнали смотреть. Первый ГАК-108 был выпущен в 1976 году и оставался на снабжении армии Германии до 2003 года, а с 2003 года был заменен ГАКом 111 мм. ГАК-108 это первый нож формата 108 мм, конструкция оказалась удачной и тогда компания Викторинокс начала выпускать различные гражданские версии ножей линейки 108 мм. Кроме этого ГАК-108 стал первым ножом на котором были использованы нейлоновые накладки, до этого на швейцарские ножи ставили накладки из целлюдора, алюминия или дерева. Первые ГАКи выпускались в Швейцарии, но с 1986 по 1997 год ГАКи также собирались и на других заводах Европы, в Германии, в Италии и в Испании. А комплектующие детали для армейских ножей поставлялись из Швейцарии, связанного это с тем, что сборка на заводах Европы обходилась бундесверу дешевле. Кстати пилочка для ногтей на ГАКах появилась в 1986 году, до этого они выпускались без пилки. Для сравнения давайте посмотрим какой нож в эти годы поступал на снабжение в швейцарскую армию. Это был солдатский нож формата 93 мм. Сейчас его правнуком является Викторин Аксалокс Пионер, который отличается от своего прадеда, состоявшего на ратной службе, совсем незначительно. А в армию в Швейцарии в это время, точнее с 1977 года стали поступать первые Аксалоксы солдаты с красным щитом. Одна из заклепок на рукояти этого ножа была полой и являлась темлячным отверстием, а на открывашке для бутылок имела свежущая кромка для зачистки проводов. А паза для зачистки проводов как в современных Аксалоксах не было. Точно такие же ножи поставлялись и в войска Швейцарии с завода компании Венгер. В 1993 году армейские Аксалоксы уже стали походить на своих гражданских последователей и отличались разве что отсутствием ушка с кольцом до темляка, а также логотипом. В этом году у нас еще будет повод поговорить о швейцарских армейских ножах. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. И мне очень интересно ваше мнение. Прошу вас оставить комментарий под этим видео. Какой нож этого воименного промежутка, поступавший в армию, вы считаете более интересным? Нож немецкой армии формата 108 мм или нож швейцарской армии формата 93 мм? Очень жду ваше мнение. Отпишите пожалуйста. А теперь вопрос, который волнует многих. Где приобрести этот чудный канувший в лету экземпляр многопредметного ножа? Есть вконтакте продавец Георгий. У него есть группа вконтакте и веб-сайт. Все ссылки находятся под видео. Гаки он продает по цене 1000 рублей. Они конечно не новые, но цена адекватная. Состояние у них разное. Гаки в плохом состоянии Георгий разбирает на запчасти, которые также можно у него приобрести. У моего Гака было вполне хорошее состояние. Я его как следует промыл, смазал и заточил клинок. Больше с ножом делать ничего не пришлось. Кроме моего экземпляра, у Георгия есть более ранние гаки Victorinox с двустрочным клеймом. Есть ножи немецкой сборки компании Adler, B&H, CCM, Back. Также есть гаки из Испании от компании Aiter с двумя разными видами клеем. И темпераментные итальянские гаки, собранные компанией Icar. В общем есть из чего выбрать у Георгия. Кроме гаков есть и другие армейские товары. Ссылки под видео. Вес ножа 84 грамма, длина 108 миллиметров, толщина 15 миллиметров, высота 28 миллиметров. Давайте посмотрим какие инструменты при таких массогабаритных параметрах имеет нож. Я буду вам рассказывать и тут же показывать тесты. Не вижу смысла снимать отдельное видео с тестами. Да и здесь заполнять видео я только самим ножом без примеров работы мне не хочется. Первый инструмент который мы рассмотрим это клинок. Его общая длина 85 миллиметров. Длина полезной режущей кромки 75 миллиметров. Толщина клинка по обуху 2,4 миллиметра. Спуски прямые от обуха. Профиль клинка спирпоит. Клинок небольшой, но его длины хватит для широкого спектра задач. Будь то нарезка продуктов или строгания дерева. Впрочем кубометры да и весины им пристрогать будет немного неудобно. Однако настрогать немного стружки для разведения костра. Или срезать прутик, чтобы поджарить на нем сосиску. Этим ножом вы вполне сможете. Канат и схожие с ним волокнистые материалы нож режет очень агрессивно. В общем очень резучий, небольшой, но при этом полноценный клинок, который справится со многими задачами. Во втором ряду у нас комбо инструмент. Для начала давайте рассмотрим пилу на нем. Длина пилы всего 60 миллиметров. Зубья несимметричные. Поэтому пила работает в основном при движении на себя. Я сравнил эту пилу с пилами на других ножах Victorinox. И так как удобство и скорость работы напрямую зависит от длины пилы, пила на гаке оказалась наименее удобной из-за небольшого размера. Тем не менее я перепилил достаточно толстую ветку рябины, которую сломать об колено будет уже проблематично. Кстати, наличие открывашки на конце пилы нисколько не мешает в работе. В общем пила боеспособная и как инструмент на всякий случай для эпизодического использования вполне пригодна. Сравнивать пилу в 108 гаке наиболее уместно с пилой в венгере 85 миллиметров, которая в настоящее время выпускается под брендом Victorinox в линейке Delimont. Так вот, сама пила в венгере, благодаря симметричным зубьям и чуть больше длине, пилит чуть лучше. Однако у венгера короткая рукоять, и поэтому эргономически работать пилой на гаке гораздо удобнее. Также хочется сравнить пилу в гаке 108 с пилой в своеменном гаке 111 миллиметров, который сейчас на снабжении Будда Свера. В моем случае это будет не гак 111 миллиметров, а сак 111 миллиметров, нож швейцарской армии, который от гака 111 миллиметров отличается только накладками. Все остальное у этих ножей идентично. Тут конечно у пилы в армейском ноже 111 миллиметров явное преимущество, за счет большей длины. Однако при этом нож 111 миллиметров длиннее, тяжелее и шее, а гак легкий и компактный, может спокойно лежать в рюкзаке или в кармане и ждать своего часа. Следующий инструмент находится на конце пилы, и это комбо-открывашка, она же отвертка. Открывать ей консервы несколько сложнее, чем комбо-открывашками на викторинах и венгерах, и связано это с тем, что она более толстая, более мощная. Поэтому для открывания бутылок эта открывашка более удобна, так как не разрывает пробку, в отличие от комбо-открывашек на других швейцарских ножах. Как отвертка этот инструмент способен справиться как с шурупами и винтами, имеющими прямой шлиц под отвертку, так и с шурупами и винтами, имеющими крестообразный шлиц. Для безопасности по использованию отвертки-открывашки, рабочая часть пилы закрывается кожухом из жести. Пилка для ногтей вполне достойная, со своей задачей она справляется. Для чего-то большего использовать ее вряд ли получится, но максимум подточить крючки на рыбалке. Теперь о инструментах на спинке рукояти. Начнем с шила. Возможно кто-то захочет меня поправить и скажет, что правильнее называть этот инструмент разверткой или свайкой. Однако эти инструменты совсем не похожи на инструмент в этом ноже. Кто-то мне даже писал в комментариях, что правильнее называть этот инструмент колюшкой. Но насколько я знаю, колюшка это рыба. Я погуглил и оказалось, что колюшка это действительно рыба, поэтому весьма невкусная, но героически спасавшая жителей Ленинграда во время блокады. И насколько я помню, за этот поступок колюшки, именно как рыбе, установлен памятник в Франштадте. Возможно, что портные или сапожники на профессиональном жаргоне называют шило колюшкой, но это жаргонизм. В общем, друзья, отпишитесь, как правильно на ваш взгляд стоит называть этот инструмент. А я оставляю за собой право называть его шило. Думаю, так всем будет понятно. Шило на ГАК-108 это одно из самых длинных, если не самое длинное шило на швейцарских ножах. Его длина составляет 50 мм. И это достаточно удобно в работе, особенно учитывая, что этот инструмент Т-образный, и при удержании этого инструмента в руке между пальцами остается часть длины инструмента. Если нужно проколоть что-то достаточно объемное, то длины шила на других швейцарских ножах может не хватить, но не на ГАКе. Шикарное шило, одно из лучших. К недостаткам можно отнести, разве что, отсутствие на этом шиле отверстия для шитья. Штобер тоже хорош, мощный, пятивитковый. Открывать бутылки им одно удовольствие. Часовая отвертка от Victorinox к нему также подходит. Пару слов о рукояти. Накладки из нейлона, значок бундесвера, темлячные отверстия. Понравилось наличие насечки, она весьма удобная. В то время как на современных швейцарцах пытаются делать прорезиненные рукояти, чтобы препятствовать скольжению ножа в руке, в прошлом веке просто сделали насечку на нейлоновых плашках. Грамотное решение. Странно, почему фирма Victorinox не взяла его на вооружение при производстве других моделей ножей. Нож легкий и небольшой, поэтому его можно спокойно наносить в кармане. Отсутствие клипсы не критично. А для солдат немецкой армии на форменных брюках в кармане было специальное отделение для этого ножа. Давайте подводить итоги. Я считаю, что фирма Victorinox я сняла с производства линейку 108 мм. Кстати, я уже снимал видео, где подробно обозревал модельный ряд этой линейки, ссылка на ролик будет в описании. Три-четыре модели 108-х разнообразили бы ассортимент компании. Я думаю, не надо даже мечтать о Спартане, Климбе или Хансмане формата 108 мм. Фирма Victorinox их бы точно не выпустила в таком размере, так как в таком случае продажи прототипов этих ножей формата 91 мм сильно бы снизились. Но можно было бы придумать интересные комбинации инструментов и в формате 108 мм. Например, добавить напильник или серейтер. Или специализированные клинки вроде клинка электрика или клинка садовника, как на ножах из линейки AUX 93 мм. Кстати, ножи линейки формата 93 мм также изначально были армейскими ножами, только швейцарскими, а не немецкими. И линейка AUX 93 мм также развивается весьма медленно. Например, ножницы добавили в нож Pioneer, который стал Pioneer X лишь в 2016 году. Давайте все-таки по Гаку 108. Этот нож один из лучших компактных универсалов, или даже можно сказать из бэкап-складней. Лучшим городским ножом Гак 108 вряд ли будет. Не тот набор инструментов. Лучший вспомогательный складень на природе тоже не Гак 108. Все-таки ножи формата 111 и 130 мм в этом плане смотрятся интереснее. Разумеется, это не значит, что вы не сможете использовать нож Гак 108 в городе или на природе. Просто, на мой взгляд, есть более годные варианты. А вот Гак 108, как бэкап и зерный запасной нож, или нож для аварийного запаса или НАЗА, он, зараза, хорош. Желательно иметь в каждом рюкзаке или в походной одежде в дальнем кармане. Это компромисс между компактностью, удобством ношения и функционалом. Посмотрите, что мы имеем в легком и компактном корпусе. Это клинок. Да, небольшой, но полноценный. Это инструмент во втором айду, который выполняет и функцию открывашки отвертки, и пилки для ногтей, и пилы. Да, пила маленькая, но ее размер уже позволяет перепилить те ветки, которые вы не сломаете руками, и она вполне может быть полезна. Стоп. Я знаю, сейчас обязательно найдется умных в комментариях, которые напишут, что надо брать фиксит, надо брать полноценную пилу. Да это и так понятно, вы Америку не открываете. Речь и не идет о том, что Гак заменит вам полноценные инструменты. Еще раз подчеркиваю, это вспомогательный айзерный складной нож. Дай я по функционалу. Шила. Добротная, длинная, крепкая, рабочая. И штопор. Не самый полезный инструмент, но вино иногда тоже надо чем-то открывать. Впрочем, штопором можно, например, и развязать узлы, и вкрутить в него часовую отвертку, что расширяет его функционал. Еще раз тезисно. Компактный легкий нож, нафаршированный полезными инструментами. Отличный вариант для вспомогательного айзерного ножа. Я сейчас ношу этот нож везде и всюду, и получаю огромное удовольствие от его использования. Всем советую приобщиться к данной модели. Пока они есть в хорошем состоянии и за недорого. Все ссылки в описании под видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всех, Бурак, всего наилучшего. Спасибо за внимание. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok